Ребят, я человек упорный. Чему в физике для материальных точек соответствует дисперсия? Нет, матр ожидания от центра тяга, кстати, все поняли. Чему соответствует он то выражение? Когда вы это поймете, вам станет немножко понятнее, почему же это теряется, так и будет отвеличено. Ну, можно и так сказать, да. Кто знает? Средняя половина точек? Нет. Еще раз, что мы делаем реально? Х – это наша материальная точка, да? Матр ожидания от центра тяжести. Мы берем Х минус МХ, чтобы это такое было. Это же расстояние от материальной точки до центра тяжести, правильно? Да. Отлично. А дальше что мы с ним делаем? Мы возводим в квадрат. Возводим в квадрат. Нет, не центр тяжести. Сейчас уже не центр тяжести, а среднее значение еще. Среднее значение. Что же это такое-то? Ну, у нас были эти массы, да? У нас были эти массы, да? У нас были массы. Представьте себе, ну, было несколько масс, да? Там М1, М2, М3, несколько штук. Вероятности мы задали понятно как. В материальной точке вероятность массы делить на сумму массы. Так? Да, но, нет. Кто догадается? Среднее значение. Не то. Кто догадается, что это за формула? Надо научить узнать все формулы, которые вы знаете. А это единственный способ, я не начну. Ну, конечно, да. Резко вспомнить. Возьмите, там, не знаю, три материальные точки и напишите эту формулу несчастную. И вы поймете, что это для механики. Есть какие-то, там, несколько штук материальных точек. У них есть какой-то, там, центр тяжести. И что вы делаете? Вы берете расстояние от центра тяжести до этих точек, в квадрат возводите и суммируете. Или нет? Или еще что-то делаете? Суммирно мы делим на три. Неверно. Для того, чтобы брать среднее значение, вы же не просто складываете, а вы еще что-то делаете. Делим на умножение вероятности. Молодец. А что такое умножение вероятности? Ну. Для каждой материальной точки это ее масса, деленная на сумму масс. Да. А, значит, мы возводим в каждую массу квадрат и делим на сумму массы. Массу квадрат мы как раз невозводим. А, расстояние. Делим на сумму масс, а умножаем на массу. Да. Да, это и есть умножить на вероятность. Вероятность это масса поделить на сумму масс. Множить на вероятность, значит, умножить на массу и поделить на сумму масс. Да. И что это такое будет? Это будет... И сообразить, что же это такое. Вероятность, да, это масса. Только можно вот эту сумму, чтобы сто раз не писать, обозначить, скажем, буквой М большое. А вроде П уже обозначил. А, букву нижнюю, чтобы сказать, да. Нижнюю, да, можно. Для краткости, пожалуйста. Итак, М большое, это сумма М маленькая первая, плюс М маленькая вторая, плюс М маленькая третья. Так. Все понимают? Да. Теперь вероятности... Ну, только вероятность вот тоже. П1, П2, П3, понятное дело, да? Не просто П, а у каждой точки своя вероятность. И наоборот, конечно, П1 вот здесь сверху, раз М1. Да, 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 молодец. М3 делить на М большое, да. Ну, теперь подумай, где примерно центр тяжести? Ну, зависит от массы, правда? Да, понятно. Ну, где-то там в треугольнике. Да, какой буквы мы обозначим? Да. Окей, давайте М4. Ну, нет, ну, нет, зачем М? Ну, что, единственная буква в алфавите? М. Ну, О как он. О, замечательно. Буква О еще не было. А теперь, внимание, что такое дисперсия? Дисперсия, это среднее катастрофичное уклонение. Ну, мы считаем квадрат расстояние, умножаем их вот на эти величины, П1, П2, П3, соответственно. Да, мы считаем, что они будут отсюда. Ну, точки у нас, точки, действительно, пусть будут там А1, А2, А3. Ну, вот эти точки, которые имеют массу М1, М2, М3, сами точки обозначены А1, А2, А3. Только точки обычно в геометрии принято обозначить большими буквами. Давайте уж все как принято в геометрии обычно. Итак, точки большие буквы, да? А1, А2, А3. Итак, что же такое дисперсия? Формула. Да нет, но напишите лучше прямо вот в этих числах, что ли сейчас писать, по-демоническое ожидание. Мы же выяснили, что это просто сумма квадратов расстояния, умноженных на вот эти чиселки. П1, П2, П3, соответственно. П1, это М1 разделить на М большое, правильно? Да. Прямо так и пишешь. М1 делишь на М большое. М2 делишь на М2, А3, А3, А3. А, 1О в квадрате. Угу. Пока вы не поймете, что физика это та же самая математика, толку не будет. Ну что, это понятно? Да. Замечательно. Во-первых, можно М большое, конечно, считать одним большим знаменателем, а вот теперь получается очень интересная штука. Масса умножается на квадрат расстояния. Помните, как это в физике называлось? Это притяжение? Нет. Нет. Это не притяжение. Это имейте в виду... Как в физике называлась эта штука? Это когда два предмета притягиваются друг к другу, они притягиваются сила предсведения масс, бреная на квадрат. Брена, но сейчас это ни при чем. Для материального тела что такое? Масса точек умножить на квадрат расстояния до оси вращения. Как это называется? Нет. Нет. Это называется момент инерции. То, насколько легко тело раскрутить. Вот эта величина в механике очень-очень часто встречается при изучении вращения вокруг какой-нибудь оси или вокруг какой-нибудь точки. При изучении любого вращения. Называется момент инерции. Так что на самом деле то, что в теории вероятности занимаются дисперсии, это в точности то же самое, что в физике занимаются изучением вращательного движения. Ну, то есть, единственное, что на М большое поделено, ну, это не так важно, правда? Так, ну все, извините за отступление. Нет, я думаю, что это отступление было замечательное совершенно, потому что, ну, связи математики с физикой великие предполагали. Необходимо знать, так сказать. Я вам скажу так, очень здорово, конечно, что мы устанавливаем связи математики и физики, но я думаю, чисто математический подход. Я все равно буду считать дисперсией для разных комбинаторных величин. Потом, может быть, мы из этого сделаем какие-нибудь замечательные следствия в комбинаторике. И для этих следствий связь с физикой будет уже не очень важна. Она важна для вашего общего развития и понимания, как вообще взаимосвязаны вещи в науке. Ну, а для меня, конечно, дисперсия – это некий инструмент, который позволяет получать интересные результаты. Ну, согласитесь, в конце концов, что с помощью мат-ожидания мы какие-то интересные результаты вчера получили. Да. Не один. Не один интересный результат получили. Вот сейчас с помощью дисперсии что-нибудь получим.